Шеф-повар, Максим Григорьев. Сладкое дрожжевое тесто на гусиных яйцах, в хлебопечке. Сдобное дрожжевое тесто на гусиных яйцах отлично подойдет для выпечки сладких пирогов и пирожков, булочек, хал и ватрушек. Добавление разных специй и заливок делает это базовое тесто нескучным. Время приготовления 1 час 30 минут. Ингредиенты. Дрожжи сухие 12 грамм. Масло сливочное 150 грамм. Молоко козье 500 мл. Мука пшеничная 1200 грамм. Орех мускатный 0,5 штук. Сахар 200 грамм. Соль 20 грамм. Яйца гусиные 1 штука. Шаг 1. Подготовим все, что пригодится в этом сдобном тесте, процедим свежее козье молоко, вымоем щеткой гусиное яйцо, нагреем до комнатной температуры сливочное масло. Шаг 2. Разбиваем гусиное яйцо в тарелочку, чтобы проверить его качество, и выливаем его в чашу хлеба печки. Шаг 3. Сливочное масло разделим на кусочки и добавим его к яйцу. Шаг 4. Теперь следует влить в чашу козье молоко. Шаг 5. Слегка размешиваем палочкой полученную жидкую смесь. Шаг 6. Поверх жидкости насыпаем просеянную муку высшего сорта, пекарскую. Для этого вида теста лучше выбирать муку кремоватого оттенка. Она называется крупчаткой. Шаг 7. С одной стороны мучной горки всыпаем сахар. Шаг 8. С другой – соль. Шаг 9. Сделайте в центре горки муки углубление. Шаг 10. Всыпаем в полученную ямку активные сухие дрожжи. Шаг 11. Трем на самой мелкой терке мускатный орех и добавляем его к колобку размешанного теста. Программа «Дрожжевое тесто» займет 1 час 25 минут в моей хлебопечке. Шаг 12. Вот так будет выглядеть тесто в чаше к моменту финиша программы. Его нужно обнять на рабочем столе и сформировать гладкие колобки. Их следует использовать сразу или держать в пакете недолгое время в холодильнике, если вы хотите заняться выпечкой позднее. Приятных гастрономических впечатлений. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.